190 участков для голосования ждали рязанцев 9 сентября. Они работали с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать за новый созыв Рязанской городской думы должны были более 400 тысяч избирателей. На тех выборах была явка довольно низкая, около 20%, 80% людей просто не пошли на выборы. А потом говорят, что голос ничего не решит. Это не так, голос решит. И если сейчас будет явка более 50%, то результаты в городской думе будут совсем другие, нежели 5 лет назад. Однако явка традиционно оказалась одной из самых низких. Лишь каждый пятый рязанец пришел на участок. Это около 22% жителей. Это единственные выборы в Рязани, где люди себе выбирают власть. У нас нет всенародных выборов, прямых выборов мэра города. У нас нет выборов депутатов, как это в Москве происходит, каких-то префектур. У нас есть единственный орган в городе Рязани, который отвечает за распределение бюджета, который отвечает за всю жизнедеятельность нашего города перед избирателями. Рязанцам предстояло выбрать 40 депутатов. 20 из них прошли в Рязанскую городскую думу по партийным спискам. Лидером стала партия «Единая Россия». Она набрала более 36% голосов. Партии КПРФ и ЛДПР набрали около 20%. Партия «Справедливая Россия» – более 9%. Партиям «Коммунисты России», «Родина» и «Яблоко» преодолеть 5% барьер не удалось. Для того, чтобы жизнь людей была такая, каким бы им самим хотелось, я считаю, что им всем необходимо прийти на участок и выразить свою позицию. Ну, нужно это для чего? Для того, чтобы будущая дума, депутаты будущей думы принимали решения исключительно в интересах большинства жителей города. Еще 20 депутатов войдут в состав Рязанской городской думы по одномандатным округам. На эти места выдвигались 83 человека. Они подробно рассказывали о своей трудовой биографии, уровне заработка, а также принадлежащем им имуществе. По итогам голосования «Единая Россия» получила 17 мандатов. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» по одному. Все шли с разными идеями, с разными предложениями, с разной повесткой. Но, наверное, больше всех рязанцев, конечно, волнует тема решения наших насущных проблем. Проблем, которые относятся к именно полномочиям муниципальных органов власти, так как мы сегодня избираем городскую думу. Также 9 сентября прошли дополнительные выборы депутата Рязанской областной думы по одномандатному избирательному округу номер 10. Победителем голосования стал Владимир Матеркин из «Единой России». Задачи перед депутатами три, самые основные. Первое – это, конечно, принимать нормативные акты в интересах городских жителей, в интересах города. Второе – это встречаться с избирателями как можно чаще и доносить их позицию до исполнительной власти. Ну и третье – конструктивно взаимодействовать с исполнительной властью, для того, чтобы это было не просто критиканство какое-то, для того, чтобы это не только выявление недостатков, но и участие в их устранении. Напомним, что 9 сентября стало единым днем голосования в 80 регионах страны. На участках ждали 65 миллионов избирателей, которые приняли участие в 4700 выборов разного уровня. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».